Смотрите, Лерочки пришли вчера сандалики с Вайлбереса, мне подписчица их посоветовала, очень такой хороший бренд, ортопедические обуви, очень они плотные, я не хотела, чтобы был носик открытый, потому что когда ребенок спотыкается, будут пальчики бить, также ножка будет вылетать, да, нужно, чтобы вся ножка была сзади закрыта, это тоже самое главное, липучки тоже для меня самые главные. Вот в комментариях писали, размеры идеально совпадают, у нас размер 18 и ей как раз-таки 0,5 см здесь вот остается, и это прям вот идеально для сандаликов, когда не сантиметр, а 0,5 именно, вообще очень удобно, и пальчики не жмет, и не хлябают они, устойчивые очень, дочь у меня сегодня ходила по дому, такая прям она счастливая. Цена у них 1700 на Вайлберес, там есть и другие модельки, по-моему, цвета есть, также с единорожками, по-моему, есть, ну и, по-моему, такая демиссезонная обувь. Приглянусь к этому бренду, может быть, потом на осень тоже возьмем, можно какие-то ботиночки, кроссовочки, ну просто шикарный сандаль, тут, по-моему, тоже здесь липучка. Если захотите, наверное, помыть или постирать, то можно бантик этот отлепить, чтобы он не закрутился. Очень шикарный, так что, девочки, советую, прям вообще-вообще, я такая довольная, ребенок теперь у меня будет спокойно ходить, ножка будет здоровая, и спасибо подписчице, что посоветовала мне. Ну вот, давайте покажу коробочку, вот так называется бренд, может быть, она, конечно, в другом месте еще продается, я брала на Вайлберес, мне удобнее, потому что у нас нет времени куда-то ездить. У нас 19 размера, ножка у нас, по-моему, 1 сантиметр, здесь натуральная кожа к подушеву, вот крепление, так что, девочки, советую, ссылочку на эти вот сандалики я оставлю в описании под видео. А еще я сегодня ночью хочу опять сделать заказ на Васильке, надо Игорю нижнее белье заказать, хочу маме ночнушку там заказать, и хочу еще один комплект взять, чтобы тоже было 4 наволочки, ну, чтоб, наверное, я возьму без цветов, да, чтобы гармонировало все. Например, когда белый комплект свой надену, от другого комплекта тоже наволочки подходили. Возьму что-нибудь однотонное, может быть, с белыми наволочками, может быть, с какими-то бежевыми, но я, видите, вот так вот придумала, у меня 3 подушки, смотрите, у нас на кроватке тоже такой же рисунок, как на наших подушках, и вообще так хорошо подходит. И мне еще белое покрывало идет, я вам, помните, говорила, пушистое, мне его, по-моему, отправили уже, будем ждать. Вот так вот вообще объемно, и в спальню заходишь сразу так красиво. Знаете, почему я заказала такой рисунок? Потому что, когда я делала заказ, ну, и у нас и сейчас тоже на улице везде цветут яблони, и мне вот так понравились эти цветы. Но они вот не бросаются в глаза, их как мало, смотрите, вот, например, на подушке здесь один цветок всего лишь, да, здесь один цветок, и мало, не слишком оляписто, и цвет прям очень такой нежный, пастельный, вот, очень красиво. А еще, девчонки, у нас прям беда, беда, у нас у Лерки начался вот этот самый кризис, такой резкий скачок у нее в развитии, какие-то два дня ребенок изменился колоссально, вот, она сейчас такая, какие дети в два года. Там, ну, не все, но вот очень ребенок стал меняться, она научилась мотать головой, нет, да, что-то просить, а-а-а, там вот, ну вот, все понимает, когда ей что-то говоришь, там, закрой дверь, принеси это, унеси это, принеси то, задвинь, да, дай, ну вот, все понимает ребенок. И когда ей что-то не даешь, или когда что-то не разрешаешь, когда пытаешься ее куда-то унести, то, что она не хочет, когда пытаешься раздеть, раздеть, одеть, ну вот, любое движение сейчас, и начинается истерика, слезы просто постоянно. Она сейчас у меня в зале спит, она отказалась от сна в коляске, тоже уже давно не спит в коляске у меня, в коляске тоже сейчас почти не катается, потому что ей надо ходить пешком, ходить пешком без руки обязательно, у нас ведь здесь щебенка, она спотыкается, у меня прям пот холодный поступает, когда она ходит без руки, вот, и она гулять просится, она просыпается, я веду к двери, просится гулять, и я-то не могу, блин, выйти сразу же и гулять, как бы. Нужно же покушать, умыться, и на улице у нас жара 30-35 градусов, но солнце невозможно печет, и ребенку-то это не объяснишь, и вот приходится дома с ней играть, а игрушек тоже мало, она ни во что не играет, так что сегодня буду какие-то новые игрушки ей заказывать, может, какие-то музыкальные, развивающие, там, какой-нибудь планшет я закажу, да, где там животные, найди то, найди это. Вот ей нравится музыкальное больше, может быть, книжки какие-то закажу, ну, вот, чтобы были настоящие кошки, собаки, она прям это все любит, мы ходим, смотрим, у нас здесь большое ограждение, там и коровы, и козы, везде у нас лошади гуляют, и собаки, и куры, она всех каждый день видит, ей все это интересно. Напишите, что у вас детки любят в этом возрасте играть, прям вот обожают, надо тоже что-то купить, попробовать, потому что боюсь вот так вот за тысячу рублей купить, потратить, она играть не будет. Так что напишите, во сколько у ваших деток начался вот такой кризис, во сколько прошел, как спасались, не нужно кричать, я иногда повышаю голос, потому что уже сил нету, но я больше не на нее повышаю, а на себя. Главное не бить, это самое главное, пожалуйста, не бейте, потому что такие дети все равно не понимают, когда вы бьете, если они там в три, может быть, поймут, но сейчас они точно не поймут, да и толку нету бить, потому что это будет еще хуже, когда вы кричите, будет еще хуже. Просто лучше отвлечь, поиграть, показать что-то, и вот, как-то так, наверное. Насчет моего мастита, вроде все прошло, я два дня попила антибиотики, а, конечно, там пять дней курс надо, но я думаю, сегодня уже, наверное, не буду пить. Вчера пошла сцеживаться, и у меня прям вот это вот желтое молоко, оно как будто вот жидкое стало, потому что у меня прям вот слизь оттуда выходил, гной, и сейчас вот уже грудь в одном месте болит, но уже нет вот этих комков. Сегодня, наверное, уже можно сцедиться, да, и все в порядке будет, слава богу. Я думала, в больницу придется идти, потому что у меня ничего не выходило, так что всем спасибо, кто писал мне. Помогло, не знаю, что помогло, может, но ребенок точно не помог, потому что у него не получалось. С самой приходится сцеживаться, вот основное молоко выходит, белое, чистое, а вот из одного, из одной дырочки как бы вот это именно желтое молоко выходит, которое застоявшее. Прям очень тяжело, такая маленькая капелька, но вот по капельке выходит. Сейчас уже легче намного. Вчера еще Игорь вместе с сандалями забрал мой корсет, я вам в инстаграме показывала, с ним буду доставать. Сегодня ходила в нем 4 часа, но его нужно носить поверх футболки, он черный, называется Монта. На Велбери заказывала, он сейчас там по акции, мне вообще раньше казалось, что он капец дорогой. Потом вот мне сотрудничество предложили, я согласилась, они несколько раз мне предлагали, я отказывалась, потому что у меня спина не болела. А потом мы сходили к неврологу, и у меня там оказывается вообще такая задница, прописали кучу уколов, у меня искривление, там позвонки туда-сюда. Видимо я в детстве, короче, упала, и у меня травма до сих пор. Мне нужно держать осанку, у меня это не получается. И вот я согласилась, Игорь забрал мне его. Он вот здесь подмышками просто регулируется, и нужно носить 4 часа в день. Но нужно носить на футболку, потому что если под футболкой очень натирает подмышками, это неудобно, жжёт прям всё. И то даже когда носите с футболкой, всё равно не так приятно, но 4 часа можно потерпеть. Например, дома там какие-то дела поделать, да, в 12 часов надели, или с утра как встали, 4 часа поносили и снимаете, либо там на прогулку. На улице уже просто жара надоела, нормально не погуляешь. Гулять выходим после 8 вечера, и комары появились. Надо солнцезащитку покупать, для себя покупать, лерки надо купить, заказать. От комаров тоже всего надо заказать, потому что у нас здесь болотистая такая местность, и комары сильные. Если вот ближе к дороге там теплее, и комаров нету, то здесь вот влажно, и комаров больше. Так что нужно закупиться. В том году просто она была у меня слишком маленькая, и я не стала солнцезащитку брать, потому что... Да и она у меня как бы в коляске лежала, я просто пелёночкой накрывала, и она у меня была защищена от солнца. А сейчас вот даже вот этот козырёк от солнца, да, не защищает на коляске, он какой-то короткий, но она близко, потому что сидит. И у неё ручки, ножки загорают. Чтобы посоветовать себе какую-нибудь нормальную солнцезащитку, чтобы... Может быть, Лера Шпазей, но она, по-моему, дорогая, да, прям такая. Мне кажется, мы всё равно всю не тратим. Планы на лето, ищем вот сейчас путёвки, может быть, заранее забронируем, потому что отдохнуть хочется. Игорь так устал тоже уже, просто со слезами на глазах на работу идёт. Вот так всё надоело, ему вот отпуск уже надо. Мы хотели отпуск взять на моё день рождения. Сейчас больничный возьмёт, потому что невозможно. Он всё у меня землю таскает на улице. Последние два камаза земли привезли, участок поднять, и всё. Там немножко ему останется плитку достелить, и он в свободе. Потом уже папа приедет, наверное, после 15-го числа, и уже, наверное, будем начинать забор. Не терпится. Так вот раздражает, когда соседи видят, что ты делаешь. Прям некомфортно. Ну и пока я занимаюсь домашними делами, хочу поотвечать на ваши вопросы, которые вы мне недавно задавали. Давайте первый вопрос. Кто я по образованию, и почему я решила пойти работать в сушевок? У нас была очень сложная ситуация, когда я заканчивала 9 класс, у меня умер папа. Так как сестра у меня уже училась в универе на втором курсе, и нужно было платить немалые деньги за её обучение, я решила поступить в обычный колледж, училище, можно сказать, даже в кулинарный. Он находился прямо через дорогу напротив универа сестры. Сестра ездила всегда на машине, и чтобы мама не тратила на меня деньги, на дорогу постоянную, на обучение, я решила пойти на повара туда. Мы два года все эти ездили с сестрой, пока я училась, и было очень выгодно. И также стипендия была у меня, то, что мы малоимущая семья по потере кормильца, а также я получала стипендию, то, что я училась без троек, и маме было намного легче. Ну и так как я не знала, куда вообще пойти, я просто решила пойти на повара, так как эта профессия всегда пригодится. Ну и когда я закончила учиться, как раз-таки у меня одноклассница искала сменщицу, себе наработала, она как раз-таки работала в суши-воке, и я решила туда пойти работать. И мне там очень понравился коллектив, было всё легко, понятно, мне понравилась эта работа, хорошее начальство, и я решила вот там остаться. И как раз-таки Игорь тоже устроился неподалёку, и я решила всё-таки остаться до декрета именно там. Следующий вопрос был такой, как я укладываю ребёнка спать, укачиваю или она сама засыпает? Нет, я никогда не укачивала, она вообще этого не понимала, с самого роддома. Мы просто засыпаем на груди, либо в коляске. Сейчас период коляски прошёл, она в ней пока не засыпает, ей всё интересно. Мы просто ложимся, я ей даю грудь, и просто через 2 минуты она сразу засыпает, если она хочет. Очень легко, мне так нравится это, вот я сейчас её уложила даже. И всё, 2 часа у меня есть, я могу всё спокойно по дому делать, и она уже не упадёт в кровати, так как она вот понимает, и она уже сама слезает. Вот, так что мы укладываемся с грудью и днём, и ночью. Какой период у вас был самый сложный у ребёнка? Самый сложный сейчас, потому что ребёнок у меня просто ангелочка была, вообще было безумно легко. Но вот сейчас именно ей всё надо, и у нас начались жуткие истерики, прям вот кризис. Так что вот, сейчас именно самый-самый тяжёлый период, из-за этого я начала её влоги редко выкладывать. Ну и последний вопрос был такой, во сколько, на какие кружки я собираюсь отдавать Леру? Пока вообще, если честно, я дать им не думала, не искала, но мы с Игорем вообще хотим, ну ближе к 3 годам, хотя бы какие-нибудь онлайн занятия сделать акцент на английский, чтобы ребёнок знал английский, и сейчас это очень важно. Ой, какая ты красивая, дочь! Ты зайка, да? Дочь, зайка ты! Ой, какая зайка! Где наша зайка? Вот она, зайка! Топи-топи, да, новые у тебя? И ушки, а где у тебя ушки? Ушки где? Ушки где, дочь? А? Где у тебя ушки? Вот ушки у тебя, да? Вот они ушки! Ой, ты, вот самый интересный у тебя сейчас возраст! А эту уже никуда не оденешь! Никуда не оденешь! Уже места нет! Иди в зеркало, посмотри на себя! Ой, какая красивая, да? Красивая! А я Лерку уложила спать, сейчас надо привести все обувь в порядок, я тут, видите, полы намывала, тряпки сушу, пока всё в ванну сложила, всё пыльное, грязное, у нас сильное вообще пылище на улице. Чего нужно в машинке постирать, потому что руками толку не отмыть. Шнурки потом грязные будут, вот эти вот я постираю, буду отдавать, потому что они мне маленькие. Лерки на кроссовке постираю, тоже уже грязные внутри, грязные, пыльные. Вот эти руками помою и уберу, они ей большие. И свои кеды тоже нужно постирать. Так, тут в шкафу у нас как раз-таки обувь лежит, которую мы редко носим. Вот эти вот сандалики мы будем только в город одевать. Здесь у нас осенние обувь новые, они ей большие. И вот в эту коробочку нужно сейчас вот эти вот. Её положить, потому что они большеваты, она прям идёт, и у неё ботинок просто вылетает из неё. Подгузники тоже у нас кончаются, вот осталось вот это и вот это. Тоже нужно ехать, блин, забирать. Вообще не знаю, сегодня ещё выходные, толку нет ехать, пробки везде будут. Короче, вот у меня нет идеального порядка, потому что я иногда тороплюсь, всё скидываю. Здесь вот у меня сейчас эти резиночки-заколочки и всякие хранятся, но мы их всё равно не надеваем. Здесь соска тоже, она больше соской не пользуется. И здесь уходовые штуки всякие. Здесь полотенчики её. Ну и здесь, видите, я вам не показывала. Все мои сейчас цветы стоят. Юка. Потом забыла, как она называется. Фикус. Замиокулькас. Драцена. Ещё один фикус. Ещё один фикус. Вот эти вот две маленькие я потом пересажу в один горшок. Вот и всё. Надо уже заканчивать этот влог. Никто не смотрит длинные влоги. И у меня очень упали просмотры, упала статистика вся. Так что я вообще думаю, закругляться может быть. Может быть, вообще всё лето не снимаю. Как бы вообще никто не смотрит практически. И я просто зря трачу своё время. Так что, не знаю, подумаем. Всех люблю, целую. Будем прощаться. Всем пока-пока.